Привет, друзья! Ну почему же мне не радоваться, когда у меня столько друзей? Столько хороших друзей. И почему мне не радоваться? Например, Влад Орлов мне прислал такую записку. Он говорит, а что это вы так помолодели? Бог ты мой, ну что я помолодел? Я еще не постригся. Подождите, подождите, постригусь. Вот увидите, через пару дней найду время для этого. Ну, конечно, молодею. И вот самое интересное, что вот женщины, у которых менопауза давно уже наступила, после применения ключевых приемов, к своему удивлению, вдруг обнаруживают, что у них начались новомесячные. Но я не знаю, кому это нужно, кому не нужно, но это факт говорит о том, что менопауза наступила неестественная. А процесс был физиологически нормальный, гормональный, заблокирован вот этими стрессами постоянными, вот этим утомлением, перенапряжением, недосыпанием, постоянной озабоченностью чем-то, вот этой неизвестностью. Друзья мои, ну это же говорит о том, что если мы поправим свой эмоциональный, гормональный баланс, находя те действия, которые нам полностью соответствуют, чтобы мы делали то, что нам нравится. А вот посмотрите, как интересно. Вот у нас в методе ключ очень много разных приемов. Они не для того, чтобы вы количественно их знали. Незачем все эти приемы изучать. Они для того, чтобы вы, перебирая их по принципу подбора, путем перебора, подобрали себе то действие, которое точно вам подходит максимально. И вот оказывается, есть много видов физкультуры, есть много видов карате, есть много стилей, всевозможных исполнений. И вот оказывается, не надо их все делать. Дело в том, что вот эти все стили, оказывается, нужны были для того, чтобы человек выбрал свой стиль. Об этом идет речь. А вот у нас есть этот критерий подбора индивидуальных действий. Если вы подберете себе действие, стопроцентно совпадающее с вашим состоянием, оно называется синхронизирующим действием. Которое делается легко, почти на автомате. Вы только захотели, например, и рука пошла. То есть она полностью совпадает с вашим состоянием. То есть вам нет никакой потребности в принудительном этом действии. Потому что оно совпадает, и поэтому вы захотели, и оно пошло. Так вот, оказывается, если мы подбираем такие действия из миллиона возможных, которые у нас сразу получаются без всяких напряжений, мы этим самым раскрываем свои творческие способности, и потом наступает эффект последействия. Мы сейчас попробуем. Например, когда мы сделаем какое-то действие, которое вам точно подходит, мы сейчас подберем вместе с вами, каждому свое. То после действия, это значит, когда вы это действие сделали, допустим, в минуту. Искали и нашли. А потом сели вот так, отпустили себя, сделали взгляд рассеянный, пустили мысли на самотек. И тут наступает то, что все говорят обычно. Отпустило. Облегчение. Как будто гора с плеч. Стало такое естественное, нормальное состояние, раскрепощенное, такое, легкое, свободное, которое давно не было. Любой человек, если попробует поискать действие, которое у него легко получается, почти на автомате, то есть, иначе говоря, естественное действие. Да, естественное действие. Ну вот давайте, допустим, такое действие сделаем. Да, будем делать вот так. Просто сидите и делайте вот так. И если в течение 10-15 секунд, когда вы делаете это действие, вдруг вы замечаете, что оно становится автоматическим, не требует больше от вас никаких усилий, это все равно как у бегуна, который вошел в ритм бега. И он бежит уже на автомате. И мысли становятся свободными, голова свободная, напряжение все падает, он так может в марафонском беге бежать бесконечно. То же самое в плавании. Если вы нашли ритм плавательных движений, можете плыть бесконечно. Самое главное – найти ритм. А я нашел, видите, я уже могу это делать и делать бесконечно, я могу разговаривать, и при этом все свободнее и свободнее, потому что так получается, что освобождение, снимаются нервномышечные зажимы, становится так хорошо, так прекрасно, что я могу говорить и делать так бесконечно. Это же так интересно, друзья. А вы можете взять другое действие. Мне позвонила женщина, и она мне сказала, а я вот лежу больная, какие приемы мне применять? Я, говорит, знаю, что вы не клиника, вы об этом говорили много раз, но я знаю, что при моей болезни мне поможет метод ключ, это моя надежда. А вот я лежу, говорит, ну какие мне действия применять? Подберите себе действия, действия, которые легко повторять. Например, вы лежите, делайте вот так, делайте вот так, а думайте о своем. Думайте о своем. Вот видите, я делаю вот так, думаю о своем, в это время я отвлечен разговором с вами, делаю вот так, ну, как будто лежу, ну, я могу в кресле так делать, я могу и ногой так немножко себе делать. Да, и в какой-то момент, когда я закончил это делать, наступает фаза после действия. То есть я лежал, или она лежала, лежала, лежала на кровати больная, она поделала, поделала какое-то действие, или механическое, которое в ритм попадает, когда ты думаешь о чем-то, и в это время автоматически делаешь, не задумываясь, в ритм попадает, и можешь продолжать бесконечно. Это критерий. Или левитационная. Например, она лежит в постели, держит руку немножко перед собой, легко, так, свободно, чтобы она не была напряженная, и воображает себе, что рука двигается легко, воображает, воображает. Ну, ты себя сначала воображаешь, что рука пошла, а потом и отпустила ее, и она пошла, и не мешает ей. Главное, не блокировать умом своим, а дать свободный ход этому действию, а потом положить. И наступает фаза после действия. Вот в этой фазе после действия, после выполненного действия, лежит она, допустим, смотрит там перед собой, а хочет и закроет глаза, а хочет потом посмотрит. С закрытыми глазами ей комфортнее, или с рассеянным взглядом открыт. И выберет ту позицию, которая ей комфортнее. То есть я объясняю все, чтобы вы научились подбирать себе те действия, которые вам максимально удобны и приятны. Из любой физкультуры, из любого стиля каратэ. Может, кому-то нравится играть на барабане, а кому-то вязать, а кому-то там... Ай... Ну, ребенка качают на качалке там, или на коляске возят, или водят машину, автомобиль, в это время думают о своем. Вот любое действие подберите, которое вы можете продолжать бесконечно, без усилий для себя. А потом, когда вы его закончили, стадии последействия, или взгляд рассеянный, раскрытый, думайте о своем, не прогоняйте никаких мыслей. Плохие приходят – пускай. Хорошие приходят – пускай. Слезы навернутся – пускай. Зевать захочется – пускай. Отпускай все, отпускай. И в какой-то момент наступает, что говорят все, как я это сказал, легче стало. Кому-то хочется с рассеянным взглядом, кому-то хочется против глаза – проверьте, что вам легче. То есть я вас учу искать, что легче, что комфортнее, в любых маленьких простых действиях. И оказывается, если в любых действиях вы найдете, как это делать, комфортнее для вас, а потом понаблюдаете стадию после действия, у вас наступит освобождение. Это так интересно, это так полезно, это так приятно, этому нас никто никогда не учил. Нас всегда учили – делай вот так, и повторяй, пока не получится. А вы сразу ищете. Если не получается, отбрасываете, а ищете, что получается. Это новое, необычное правило обучения воспитывает в нас новые отношения к жизни. Вы заметите, что потом, после действия, вы не просто так будете, себя чувствовать, что вас отпустило, легче стало, когда раз плеч, как давно не было. А вы еще и почувствуете, что много вопросов, над которыми вы бились, вдруг начнет решаться легче. Вот это удивительно. Пишите мне там вопросы и комменты, потому что я все внимательно просматриваю, потому что моя задача – научить вас, чтобы вы жили легче, лучше, качественнее, были здоровые, были выносливые, меньше уставали, и чтобы иммунитет у вас поднимался, 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 и чтобы вы почувствовали, что вы стали таким крепким, сильным, выносливым и молодым, с чего я и начал. Я же это все делаю на маленьких действиях, и у меня получается. И мне уже об этом говорят. А я хочу, чтобы и у вас получалось. До встречи.